вот они после трех месяцев до или полугода первого сезона катания смотрим значит а сетка это я уже тряпочки протер рискок там дрей грязи и песка сейчас это я все точки помочь чтобы было более менее чисто и над коробочки тоже на улице снег от коробочка в помещении сколько грязи сколько песка вот это перед тем как разобрать надо хотя бы снаружи все это немножечко щеточкой с обезжиривателем протереть потому что иначе это все полетит мне на чистые тряпки на которые я уже буду разбирать дальше всю эту ось вот и передняя втулка то же самое сейчас почистим будем перебирать так звездочка в керосине отмокает смотрим на втулочки втулочки у нас суть ко всему шимана да не самые базовые снаружи я их просто протер щеткой смоченной в растворитель и вот такой грязной тряпкой да теперь они у нас более менее чистые слушаем звук то есть вот эта смазка которая там была самого начала буквально вот каплю попала обезжиривателя и все все это хрустит смазки там больше нет он видно да что я еще даже не до конца все промыла про чуть чуть наружу протер столько там песка и вот это все закусывает новый велосипед так слили керосинчик вот это первый этап сейчас звездочка сильно вонючая керосина хорошо растворяет но он вонючий теперь он звездочка на второй раз промыть и обезжирить грязи уже меньше но еще дофига вот столько и осталось лотки да сам грязной тряпкой все это убираем вот этот лоток просто обезжириватель грязи уже меньше почему обезжириватель потому что он мгновенно вот прям вот у нас на глазах сейчас можно посмотреть он будет испаряться и буквально там через минуту две уже запчасть не будет пахнуть можно идти в теплое помещение работать плюс вот этот весь песок он уже максимально растворился и можно будет его просто под струей воды промыть и смыть основное в принципе нам это не обязательно потому что мы просто для приличия скажем так помыли вот эту звездочку чтобы очень сильно грязная если переходили бы на парафин то пришлось бы еще обезжиривателем еще один-два раза может быть может быть даже и три раза все это промывать нитки прочищать чтобы все это было максимально чисто сейчас я подожду пока обезжириватель испарится и пойду просто водой промыть этот песок смою чтобы его не было но деталь все равно не идеально чистое чистое просто внешне но на парафин переходить если то все равно это будет конечно достаточно нужно умывать более тщательно вот полтора часа назад я взял в руки колеса подсветочку включим вот наконец-то я разобрал сначала отмывал долго но и сколько там песка этот металлический пыльник он вообще ничего не держит то есть есть маска где-то чисто где-то грязная смотрим с другой стороны то же самое грязь немножко ржавчины и песочек попадая через этот шиманский пыльник так вот у нас выглядят шарики и надо песочек вот сама смазка то есть на оси где-то в глубине колеса она отличная зелененькая все хорошо а вот здесь вот у нас же дорожка накатанный песочек появился нет никакой резиночки то есть полностью отсутствует наружный резиновый пыльник из-за этого под металлический пыльник туда попадает грязь и вот таком вот состоянии втулка смотреть сколько грязи прям песка то есть буквально три месяца то есть она новая еще сезон не откатан уже вот столько всего так добрались до задней втулки и у нас собственно говоря такое состояние шариков то есть часть шариков без смазки часть шариков ржавеньких немножко много песка и пыли самое страшное это то что вот у нас есть конус ведь какие рытвенные колдобины на нем фокусируемся соответственно конуса шимановский один конус стоит 350 400 рублей то есть весь ремкомплект с подшипниками там с пыльниками всем остальным выйдет по тысячу плюс переборка втулки переборка барабана короче 1002 обойдется грубо говоря ремонт обоих втулок соответственно ну смысла нету проще поставить уже втулки на промах потому что если человек три месяца укатал до такого состояния конуса я кстати еще не знаю что внутри чашек то что чашки тоже могут быть в таком же состоянии их надо сейчас вымывать протирать но если я вы на пыльники оттуда там пластиковые пыльники на задние втулки то эти пыльники все они потрескаются их не получится вынуть нормально не повредив такая вероятность по крайней мере существует поэтому к сожалению сейчас я буду предлагать клиенту купить новые втулки скорее всего на промах и будем просто переспецовывать чтобы потом ему не эти втулки не обслужив чтобы они прослужили намного дольше так что берегите свои успеда не катайтесь в грязь и не мойте их керхером